Отличную подготовку у белорусских спортсменок еще раз подтвердила этап Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел накануне. На Олимпийские игры в Токио с боевым настроением отправится Алина Горнасько, которая, напомню, выиграла 4 золота, в том числе и в Олимпийской дисциплине многоборья, и Анастасия Салас. Ну а прямо сейчас вспомним самые яркие моменты из истории наших побед. Рубрика «Токийский экспресс». Впервые соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх появились на играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Через 4 года в Сеуле золото завевала наша советская гимнастка-уроженка Смолевичей Марина Лобач, ныне выдающийся тренер. На Олимпийских играх 2000 года уже суверенно Беларусь отправила в Сидней Юлию Раскину, на Олимпиаде в Пекине в 2008 году Инна Жуков взаевала серебряную медаль. И, наконец, Олимпиада в Лондоне. Любовь Черкашина поднялась на пьедестал за бронзовой медалью. Игры в Рио-де-Жанейро оставили нас без медалей. И вот, наконец, мы в ожидании главного старта уже пятилетия игр в Токио. За Беларусь в Токио выступит 19-летняя Алина Горносько и Анастасия Саллас. Сейчас девушки готовятся к заключительному старту перед Олимпиадой, Минскому этапу Кубка мира. Хочется показать все, что натренировали. Тем более, санвания проходят в такой крупной арене. Почти в Кубе Олимпийские игры можно считать репетиции. Девушки в один голос твердят, что коронавирусный локдаун, прошедший практически по всему миру, им сыграл только нару. С марта месяца по сентябрь мы полностью провели во дворце художественной гимнастики без соревнований. И такого у меня тоже никогда не было. В сентябре начали выступать. И к концу ноября к чемпионату Европы мы подошли уже готовые. Свои слова Алина Горносько и Анастасия Саллас подтверждают делом. На чемпионате Европы в ноябре прошлого года в Киеве в олимпийском виде программы многоборья Алина Горносько завоевала серебро, бронза на счету Анастасии Саллас. Всего в текущем сезоне девушки завоевали 13 медалей на этапах Кубка мира. На прошедшем уже в июне этого года чемпионате Европы в Болгарии Настя завоевала две бронзы в отдельных видах программы. Этот чемпионат Европы сделал меня увереннее. Я поняла, что я могу быть среди лидеров и держаться в мировом топе. Алина Горносько в Болгарии завоевала серебро и бронзу. Также белорусские стали вторыми в командном турнире. Что происходило на чемпионате Европы, особенно в день многоборья, который олимпийское многоборье, самое важное. У меня было все как в тумане, потому что у меня была температура. Но это не была, естественно, не корона. Мы проверяемся. Наверное, так уже я освежилась только к четвертому дню соревнований, где у нас получилось завоевать медали с Настей. Был очень тяжелый чемпионат Европы, было целых четыре дня. Такое редко бывает. Олимпиада из двух дней состоит. Этот год, тот год, очень сильно все изменил. Все набрали сумасшедшую форму и теперь могут конкурировать все на уровне. И дальше дело в психологии. На многих гимнастках это сказалось. Многие возрастные гимнастки и лидеры своих стран, которые были лидерами, к сожалению, не справились. Но очень интересно стало соревноваться. Перенос Олимпиады на год действительно для многих гимнасток стал сложным испытанием. Так в июне этого года объявила о завершении карьеры титулованная белорусская гимнастка Екатерина Галкина. У нас было трое. У нас было две лицензии. И мы знали, что будет тяжелый год. И с февраля месяца мы начали усердную подготовку. С марта месяца я съездила на все этапы Кубка мира, чемпионат Европы. И вот уже она финишная прямая. Итак, мы на финишной прямой. Уже совсем скоро зажжется огонь 32-х летних Олимпийских игр. Наши гимнастки настроены по-боевому. Японию прекрасно знают и готовы к ее климату. У нас была возможность ездить на тренировочные сборы в Японию. В августе месяце, где стоит жара, действительно влажность в Японии. У нас была возможность потренироваться. Поэтому спокойно. На тренировках мы создаем себе разные условия. Мочим ленты, чтобы привыкать. Потому что в Японии всегда очень влажно. Тем более летом. Цепляется за тело. Вяжутся узлы. Поэтому, как говорит Ирина Ижина, лента делает соревнования. Ты выступаешь? Ты же должен следить за собой, а не за кем-то. У всех минуты 30. У всех ковер 13 на 13. У всех мяч была в ленту обручь. 25 июля наша команда отправится в Японию. Сначала небольшие сборы в провинции, затем переезд в Олимпийскую деревню в Токио. Снится тебе Олимпиада? Ой, что мне только не снится. И Олимпиада, и различные соревнования. На самом деле, это так уже волнующе. И прям я в ожидании этого события. И, конечно, наша гордость сборной Беларуси в групповых упражнениях. Восемь команд в групповом многоборье будет бороться за пьедестал Токио. В программе упражнения с мячами и обручами и упражнения с булавами. Фаворитки на медали – россиянки, команда Беларуси, Болгария, Израиль и Италия. Сняться эти соревнования – это очень ответственный старт для каждой из нас, потому что такие соревнования бывают раз в 4 года, все это знают. Усердно готовимся. Стараемся пока не загадывать наперед. Каждый день работать и маленькими шажками идти к своей цели. Соревноваться спортсменке будут в центре гимнастики «Ариаке», вместимость которого 12 тысяч зрителей, и соревнования по художественной гимнастике всегда являются красивой финальной точкой Олимпийских игр. Следим в эфире «Беларусь-5» и болеем за наших девушек 6, 7 и 8 августа. Кстати, на следующий день после церемонии закрытия Олимпийских игр 9 августа Алине Горнасько исполнится 20 лет. Пусть сбудется главная мечта Алины.